мороз и солнце день чудесный наверное день 3 или 4 за всю зиму когда вышел солнце поскольку на улице дубак такой смс от шайгу пришло в субботу то есть у нас вся зима только начинается а я еще удивлялся почему не капитальная бензокоса пока спинс в минус 15 заводилась две минуты с учетом того что бензин стоял в сарае на морозе предлагаю вернуться к нашему коллеги так вот за ночью натекло по классике жанр отработка конденсат капит хотел я была снять шину но сейчас покажу что у меня вчера насторожил они когда ее взял в руки в первый раз так скажем точнее 2 когда уже доставал из багажник нет нам в поле какой-то деревне чтобы беспалево завести по ходу классика жанра бля постоянно вываливается вот этот пластина корпуса знаю почему производитель сделаю такой тонкой что и постоянно выдавливает и у всех шейба на кого не вижу пилу всех шайбы стоят так шина мне кажется еще одна и стоит цепи так вот не провисла ничего вот такая на но и пиздец она просто вся заезженная так опять фокус пропал это все надо стачивать каждое звено на миллиметр походы и кирпичи пилили какие-то чем я насторожил то что цепь туго вращается и когда движок у меня запустился после подкачки праймера который ни хера тоже не жмякает так скажем цепь очень туго вращается но потом я пришел домой и она стала вращаться легче то есть я вчера не проверил что стоит тормоз то есть была вчера заводилась с тормозом тормоз здесь вообще не держит и сама ручка тоже как-то не сперва то есть не как на обычной пиле тормоз снял тормоз поставил здесь как-то он хер пойми для как работает то есть на тормозе даже пила проворачивается и максимум это на холостых тут оборотной тысяч пять том что цепь обращался с такой скоростью и учитывая то что она была на тормозе вот так тут ничего интересного тоже нет единственное что все болты они как бы штатные никакого колхоза не здесь как на 350 который купал все блять сорвано какие-то кроме саморезы единственное здесь в карбюраторе уже винты стакают прорези под отвертку хотя пила я как понял 2000 года здесь соответственно номер два жирных нуля так цепь я вам показал сейчас предлагаю сразу скинуть крышку снять цепь с шиной и уже ко второй части моих мыслей подойти гайки здесь зашлифованы продаются они такие в бензо инструменте специально чтобы здесь не продирал вот этот как бы здесь насечки на китайских пилах идут который крышку просто продирает на вылет такая шайба тут мужчинской стоит пухер шублей в два раза почти по диаметру не подходит пиздец колхозники мне не знаю почему ты тут стенку самой крышки делают настолько тонкой около миллиметра на что я просто выдавливать на китайцах она как бы вся одинакового диаметра точнее толщины здесь все в масле может поэтому тормс не работал вообще смотрю на эту лужу блять я думаю я вообще бензопилу разбираю или автомобиль цепь и ловитель тоже маленько загнут не знаю должен быть или он должен быть такой на 30 50-м я его делал параллельно 90 градусов угол так шина опять вот такая же по ходу оригоновская может отверстие по моему здесь растачили маленькая поднатяжитель здесь потому что она овальная здесь круглые уже тоже под масленку то есть шины здесь не оригинальные не знаю еще отмоем какой-то номер стоит не знаю что за номер то 608 с ним потом все снимем так цепь казарши телевская чуть как-то не на каждом зубе какая-то паленая быть поход сам тоже болтается машинник тоже под замену пойдет но все сцепление да да звездочка такая вот закоцанная не знаю как подлезть такая звездочка здесь подубитая ну конечно лучше чем на 30 50-м 30 50-м там побольше было выгрызано все так оно тоже колбасится как на 30 50-м все это надо будет поменять потом вся херня там все в масле в ушах в масле кстати она у меня сейчас с бензином я бензин не сливал здесь у меня одна мысль насчет праймера то есть первый раз он возвращается быстро второй он просто там устается ну и третий еще дольше такое ощущение или праймер сдох или на 90 давайте 5 процентов я уверен что засран топливный фильтр поскольку праймер он как бы вакуум создает не знаю возможно засран фильтр сейчас раздербаним 300 350-й поменяем фильтр топливный а потом посмотрим на этом праймере еще старый с 350 поставим глянем что изменится мне кажется мне кажется просто засран топливный фильтр поэтому она и не разгазовывается работает только на заслонке до тех пор пока не зарасходует бензин который впрыснут в карбюратор траймером хорошо когда есть пила с которой можно снять какую-то деталь вот видим все отличие в только об амортизаторах корышки стартер одинаковые эти крышки тоже наверно одинаковые почему тут эта пила 2000 года выглядит свежее чем вот эта задорочная 2005 от шитилевского напильничка вот увидел сразу такой залет в 350 шланг лопнул на сгибе ладно я потом его подрежу сейчас поставим этот керамический фильтр 351 посмотрим как будет работать праймер если ничего не изменится то поменяем праймер старый поставим с 350 фильтр здесь в принципе такой же только весь какой-то пожелтел там бензин полечится 200 грамм сейчас применим фильтр посмотрим на изменение поскольку здесь шланг короче почему-то так опять не выручает зажим советский сейчас опустим в бак фильтр посмотрим сейчас пример работает тут так то есть скорее всего проблема была в топливном фильтре засорном который просто в лет не пропускал бензин поэтому она заводилась и глохла здесь его обрезал поскольку я тут натянули так что нихера вот тут слазить не хотел поэтому я пока не стал его лохматить хотел просто завести попробовать что изменится при замене топливного фильтра вот видим праймер работает корректно теперь никаких за воздушную нет ну то есть кто знает если вот в праймере приемный штуц и заткнуть он будет в таком положении висеть поскольку он через какое-то время возвращался в исходное положение поэтому я решил что там пробовали мы с топливным фильтром но никак не со шлангами как мне писали в комментарии под первым видео старый фильтр штуцер где-то полтора миллиметр на и на отверстие ну сам шланг два с половиной внутрь то есть попробовал сейчас его продуть практически не продувается то есть на мой взгляд все было делал фильтр и все проблема что на хер у заводилась тоже такой дупло здесь штатная ручка как китайцы тут уже все по-другому хотя возможно просто втулку вот это лопнуло не знаю уже как бы не интересно конечно я не пропустил момент что не поменял шланги на 3050 но думаю здесь ничего страшного будет если я их оставлю старыми поскольку эластичные единственное что на стыке самого штуцера на лопнул поскольку я бак промывал этот этот думаю никаких последствий не будет сейчас он будет сходить завести пилу посмотреть как она работает думаю никаких проблем не будет единственное что здесь модели накопить карбюратор у нас как всегда есть счет не работает надо лезть карбюратор первым делом здесь мне кажется надо слить это работку сейчас я откручу посмотрим что там затем тучи вообще без таких щипцов отвернуть не смог то есть там нахерачили блять отработки не знаю на грамм 100-150 он точно сейчас надо все это дело слить что так как у меня ничего не текло здесь потом по ним заводить и разбирать и лохматить потому что я смысл менять прошневую на новую есть даже это целое в чем я сомневаюсь поскольку там такой дядя он то ли далек от инструмента то ли он слишком хитрожопой так вот это объявление продавали за 2 500 сторговался только на пяти хат хотел предложить им полторах но почему-то отказался при передаче пилы сказал что он ее покупал за 3 500 когда-то летом что ли весны не знаю где-то на него в саду было еще ждал канал там сад за несколько есть то есть не знаю сейчас посмотрим что даст замены фильтра а потом будем разбирать все по новой как с 350 также владимире продают чемпион сто тридцать восьмой но и там прыжневой источного пиздец вот такая компоновка у нее непонятный то есть цилиндр не вертикально горизонтально стоит ручки нет прыжневой пиздец и вот я у дяди спрашивают я на какой или вид вообще а ягод за этот заторм сбрала на руку и вторую за эту херачил вообще такой экстремал походу есть такая компоновка непонятно тоже хотел и прикупить потом что-то передумал навряд ли кто-то у него возьмет потом может ближе к весне закасали возьмем у него когда он созреет пока вы избранный добавил ну думаю что 351 партнер будет последним из магикана которые будут спасать у меня по плану как бы 3050 поскольку этом все менял на новый будь меня вместо джела моей ходовой пилой но это для коллекции так скажем по ходу дух собирательства и коллекционирование во мне не пропал как мы в эту старую шину оказался на штилюзка и 1350 звеньев 14 14 дюймов модель джормини не знаю возможный оригинал повторюсь тоже телевская в таком состоянии убитым когда в таком состоянии была цепь садона прошневый был пиздец здесь пока шина не синие на краски на ней нет возможно дяди впарили пилу а он по незнанию не поменял фильтра но я в принципе тоже не менял но она работала и продувалась поскольку я шланги снимал продувал все дулся в две стороны одинаково здесь же старый фильтр вообще мертвый походу еле-еле сейчас кофе вот этот бензобак точнее масляный бак промою и все будет дело фильтре напишу дядя сообщение скажу проблема была в старом фильтре цена вопрос 100 рублей пусть поворочит спар ночей кстати хотел бы обратить внимание что что одна пила что вторая прокладки вот этих крышек не течет ни на одной на китайцах за 15-20 лет давно все вытекло все потрескалось сгнило спарел и уже протекал бы ну как я говорил видос первый когда снимал по свой первый видос по бензопиле макс кут хотел я взять редверк basic она с витрины херачила бензин без просто на там лежание в коробке полгода год когда этом пилу сделали она просто вся спарила резина лежа в коробке не взаимодействие с бензином и с маслом ни с чем так что мере к сумею делать вещи так скажем и хорошо что вот эту пилу не успели задорочить как вот эту по мне так наличие вот этой оригинальной наклейки на крышке оригинального стартер говорит о многом ну например о том что пилой либо малой работали либо бережно с ней обращались но это лично мое мнение как мастера по бензоинструменту ну хотя какой я нахер мастер по бензоинструменту так занимаюсь херней свободное от безделье время такой говнище там сливаю походу это минералка отработка вряд ли какой специальное масло видим чё там какие-то крупинки блестят походу опилки движок надо менять блять капиталить погнал стружку блять в поддонах походу прошневой пизда так промылый тут масляный бак и вот видим такое же устройство но уже как игла сделан как шило а такой как цилиндр то есть на торце видим заглушку какую-то на 350 он был как будто код конусом сделан спиралька начинаясь от этого и так-то рассадился на конусом и была на где тут в этом месте под 45 градусов от бака то есть не знаю вероятно сначала была такая система потом уже придумали какой-то конус так и на улице съемочная площадка готова прямо в эфире за бац и еще теплый а а а а а Клему что там накрутили? Маленечко вот так вот. Маленечко вот так вот. Так, винт рель был выкручен. Вот так вот. Оборотов наверно на 6. Сейчас стабильно все работает. На газ тоже отзывается как бы. Сейчас я смесь маленько. Смесь я маленько забеднил. Сейчас он маленько поработает по газу, и тут минут 5. И уже дома снимем глушак, посмотрим состояние поршня. Кстати, вот этот 3051 работает намного тише, чем 3050, поскольку 3050 меняли поршневую на китайскую. Большего объема здесь наверно 38 поршень, а там 41 или 42, уже не помню какой. Ну то есть там вся 43 куба, здесь 38 кубов должно быть. Так, смесь у меня 1,35 на бензокосу я разбавлял перед покупкой. Ну где-то недели прошла с тех пор, как было 29, я по-моему, упал 11 кубов. То есть работает стабильно, можно еще холостые винтом тыл убавить, поскольку я тут прибавил на 2 оборота. На оборотик убавил. Ну так что никакой это не коллега, просто по незнанию не поменяли топливный фильтр. Я вчера этот момент как-то из виду пропустил, хотя были подозрения из-за работы самого праймера. Пила рабочая, я думаю, что поршневая там не убитая. Единственное, мне нравятся вот эти подвесы. Сейчас я заглушу, не знаю как показать. То есть пила вся, блядь, играет. Особенно вот этот подвес боковой. Такое чешение, что пружины намного растянуты. Надо еще смесь маленько забогатить, не сразу запускается. А тут обороты тоже около 14-15, наверное, судя по звуку. Надо будет потом, как я ее разлохмачу полностью, по ступеру назад. Не знаю, возможно поршневую нет смысла менять, если она целая. Надо будет поднахонько все это строить, отрегулировать карбюрацию, поскольку вот уже накрутили так, чтобы просто пиздец. Ну возможно было на видео видно, как она в самом начале дымила, сейчас практически не дымит. к обороте частью, но с другой стороны, пока высоте Можно еще аж маленько завернуть. Сейчас я аж заверну. а вот другое дело так что я хотел еще показать как она все играет на камеру видно все на ходуном ходит вот из-за раздолбан вот это пружины вот этой марионетка не знаю как будет удобно и пилить или нет то есть ручку так вот и вот один дядя хотел мне купить 350 цена в 5 500 его не устроила и в объявлению то написано куплю партнер 350 в любом состоянии то есть мне кажется вот из-за этих амортизаторов пила вот так вот все блять как марионетка вот эту модель 351 меньше ценит чем 350 у кого который и ручка с корпусом сделано монолитный фасы правда не знаю мне кажется вибрации на 350 меньше чем на этой заключение видео снял я песню крышку видим фильтр такой масле такой какой-то блять заезженный от конечно фильтр поменять весь она слоился вот такая 50 на партнере долго думал зачем здесь вот отверстие в поршневой то есть этот пружин на мой взгляд вытянулся если она когда работает она вся вот так вот трясется как марионетка кстати прокручивается вообще без усилий компрессии вообще не чувствуется так же придется мне кажется поршневую менять но это мы сейчас узнаем когда снимем глушитель я думаю момент истинный настал сейчас я маленько на паузу поставлю отключу потом будем уже в прямом эфире снимать глушок болты я ослабил осталось тут 5 витков конечно все тут в масле плавает наверное бывший владелец додергался до такого что масло просто заполнил весь картер да видим задиры то есть поршневая под замену пойдет не удивительно пили 20 лет кстати поршневой оригинал однокольцовая мелочи не думаю что сюда кто-то лазил до меня поэтому наверно дяди впарили пилу ну если хорошо что здесь не провернула вот эти вот болты шины то здесь уложение тоже 2000 рублей где-то будет полторы тысячи поршневая и пятихат сцепления поскольку там это подозреваю что подшипник тоже запрессован в саму чашку сцепления здесь хоть это люмишка прямая не придется притирать как на 350 м парниры то есть в пилу никто не лазил на мой взгляд ну с точки зрения мастера по бензоинструментом единственно будет искать вот эту пружину новую и вот это меня не устраивает задние они вроде как целое так что буду разбирать ее и отмывать по старой схеме показывать это не буду видос по 350 м партнерами на канале есть такая эпопеемая на два часа как всегда то есть вот эти вот пружины на мой взгляд целые вот это вот это и вот этот под резиночкой поменять чтобы она не была как марионеткой все единственное что в этот раз я не буду использовать такую трещотку на одну вторую поскольку я как-то сидел вечером и у меня появился непредалимое желание подтянуть болты хотя и поддон и цилиндр перетирал и ослабить ослабнуть там ничего не могло кольнул жопами подтянуть в итоге оборвал болт но весь день провозил чтобы оттуда выдать так что какова мораль этого видео если вам сильно захотелось что-то разобрать разлохматить я думаю надо пережить ночь и на следующее утро уже со свежей головой как говорится решать проблему ну в этой пиле проблема забитый топливный фильтр ну и загарная поршневая я думаю на это поршневая она тоже отработает сезон в легкую тем более что мне пилить нечего особо но поршневая буду менять на новую естественно китайскую поскольку оригинальных нет ну и так же поменяю сцепление на ныну сборе я возьму все хотя можно было и оставить вот эту пилу мне почему-то худше довести до заводского состояния так что можно будет вот это сцепление поставить на 350 хотя где я возьму но эту чашку запрессованном пошили поскольку здесь звезде пиздец буду менять одну чашку вот этот кулачки наверно поставлю на 350 партнер который я буду пилить здесь непонятно кто-то долбил по карбюрацию для чего для меня останется загадкой вот сам привод заслонки идет тросиком понятно что здесь такая система из пружин тут тягу никак не поставить интересно конечно для чего тут карбюратор долбили просто представить не могу для чего ну шланги еще надо будет поменять о просто слез пиздец лопнул вдоль слоился я с ним все это мелочи пила как бы работает заводится ну как не выпад замену еще менее понятно так чем непонятно забыл мысль ушла а вот вспомнил почему непонятно почему на 350 первый партнер идет система антивибрации хотя год 2000 на 350 партнер идет монолитная рукоятка с корпусом и год выпуска 2005 вполне возможно что пилы пилы пускайся очень долго например как штили мы 180 который то ли 25 лет то ли 30 лет выпускают без изменений то есть думала всем понятно как инвалид и как и рабочий но в любом случае бы все будет меняться на новый показывать не буду поскольку здесь ничего интересного нет такой ознакомительное видео я выпустил опять больше получаса мы на этом я заканчиваю всем пока писал сообщение бывшего владельца извините и лавиа честная по гни и и Продолжение следует...